Дай мать, на кем-то ударе Ауму, но он так бьет серии, собрано, что быстро успевает защититься. Сейчас был отличный эпизод, может быть лучший эпизод во всем бою для Геннадия Головкина. Несколько ударов достигает цели, немножко не потрясен, но чувствительно досталось, что называется, Ауме. Но провел эту серию Геннадий, взял паузу естественную, а Аума тут же приступил к своим атакующим действиям. Очень четко и умно действует угандиец. Ну вот вам и безговорочный аутсайдер. Я думаю, ни у кого из любителей бокса в России и в Казахстане никому не могло прийти в голову, что такое, то, что мы сейчас наблюдаем, возможно. Время еще есть, паниковать не нужно, но... Также нужно и трезво понимать, что что-то надо делать. Не удается пока Геннадий перехватывать атаки противника, выброс его в серии. Под самыми разными углами бьет Аума и попадает. Прямые, снизу, боковые. Опять правую через руку. Уже не первый раз. Хорошо, что Аума не вкладывается. Очень много грузов, Геннадий по-прежнему. Очень много, очень много. Да, вот удачный был апперкот левый, но, к сожалению, гонг не дал развить этот локальный успех Геннадий. Очень заряжен на удар Геннадий, и действительно нет свободы, нет легкости, нет игры с противником. Ну вот, к концу второго раунда. У меня прекрасный левый апперкод. Он был проведен секунд на 20 раньше, было бы совсем хорошо. Когда глядишься, что-то можно было бы извлечь. Это уже специалист по медицинской части сейчас. Внимать, не изучают. Ауму? Что он там у него нашел? Рассечение? Да нет, что-то с челюстью, это перелом. Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сейчас получаем сигналы с Панамы. Где в Панамы-Сити, в 20-е спорта имени Робарто Дюрана. Геннадий Головкин защищает титул чемпиона мира в среднем весе, дав шанс знаменитому Касиму Ауме, угандийцу. Напряженный поединок. Он проходит на встречных курсах. И, к сожалению, пока что не так, как нам хотелось бы, выглядит Геннадий Головкин. Во многом, конечно, благодаря умелым действиям его соперника. Все-таки надеемся, что наступит перелом в этом бою. Освоится в ринге Геннадий. Вот легкую серию, хорошую, сейчас выпускает Гена. Боковым справа попадает подбородок Ауме. Вот еще раз. Надо бы рефери в ринге. Заняться перчаткой Ауме. Да, совершенно верно. Можно так и рассечение получить. Понравилось мне начало раунда, в исполнении Гены. Вот, легкость пошла. Пошла легкость. Молодец. Хорошо отталкивает Ауму сейчас он. И продолжает носить удары. Так и вот сближаться, не надо с ним. Вот дистанция Гена. Вот откуда он попадает. И неплохо. Пускай это разовые удары, но они... Очень тяжелые. Отлично, отлично. Вот эту дистанцию Гена держи, и все будет хорошо. Да, да, проваливай его и наказывай. Отлично. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Молодец. По-моему, поплыл Аума. Замечательный раунд. Вот это настоящий Головкин. Четкие, сфокусированные удары, правильная траектория движения руки. Дистанция, дистанция, главное, что это дистанция Гена. Такое чувство, что осталось немного. Вот как все в боксе мгновенно может перевернуться. Проигрывал бой Геннадий, и сейчас он может... Отойди, Гена, на дистанцию. Отойди. Не вяжись с ним. Опять пропускать начал. Какой-то штопор все время заходит в Гена, и не может из нее выйти. Ступор. Я просто по авиационной терминологии пошел. Займи позицию на дистанции, удобную тебе. Не надо ввязаться с ним. Ты же только что прекрасно начал раунд. Замечательно. Попадал. Хорошо. Потрясен, Аума. Потрясен. Нужно продолжить в таком же духе, и я думаю, в течение одного-двух раундов можно полностью сломить угандейцам. Похоже на то, что нашел свой бокс Геннадий. Вот дистанция. Хорошо ушел. Попадание. Есть возможность разогнать руку. Смотри. Отойти на безопасную дистанцию. Смотри, болтануло Ауму. Он потрясен. Он не сумел его добить. Геннадий хотя бы был близок к цели. Великолепный. Вот ты видел защиту левой рукой Аумы, а Гена настолько удобно стоял, что смог с левой хорошо пробить. Я же говорил относительно апперкота. Апперкот едва не завершил бой. Попятился назад Аума. Мой прогноз, если сейчас Геннадий продолжит в таком же стиле бой, два раунда я даю Ауму. Ну, в сущности, если в таком же стиле, как и предыдущий, я думаю, он и в этом может завершить бой. Вот смотри, как раскрепостился Геннадий. Задвигал корпусом, отлично. По-моему, успокоился Гена. Вот что-то вот ему в прошлом раунде, вот этот успех подсказывает, что он нашел сейчас ключ. Посмотри, опускает руки. Замечательно. И резко-резко затормозился Аума. То ли от пропущенных ударов вот этих в предыдущем раунде, то ли вообще устал все-таки ему 32 года. Я не такой уж и большой возраст для средневеса. Не критический. Опять вперед Гена идет вперед. Причем идет без ударов. Сделай, Гена, шаг назад. Подержи его на передней руке. Опять заводится Геннадий. Хочет просто перерубить. Он близок к цели. Избирательнее надо действовать. Не работать по площадям, а работать по цели. Вот она дистанция, Ген. Ты же видишь, ты же попадаешь с нее. Зачем ты опять вперед головой идешь? Хорошо. Сдвоенный правый. Вот это отличная комбинация, как он правый обвел левую руку Аумы. Да, на честном слове держится Геннадий. Осталось немного. Погружен в стихию боя Геннадий Головкин. В каком-то трансе он пребывает. Отлично. Еще немного. Гена. Шаг назад и отлезь на двойку. Что, судья, останавливает бой? Останавливает бой. Ну, я думаю, он правильное решение принял, поскольку видно было, что буквально весь бензин вытек из Аумы. Ну, что сказать. Двойственное, кстати, ощущение это оставил бой. С одной стороны, Гена проявил свой присущий ему характер. Мы в лишний раз убедились в старой истине у Панчера всегда есть шанс. С другой стороны, кроме последних двух раундов, бой проигрывал Геннадий по очкам. Это тревожно. Был огромное желание, огромная отдача, но что-то с дистанцией, с выбором дистанции было в этом бою не так. Нужно разобраться после боя, может быть, пообщаться и с Олегом Германом, и с Геной Головкиным, узнать, каков был план на бой. Нельзя столько пропускать. Я думаю, что никто не станет спорить, что для чемпиона мира, который собирается не расставаться еще достаточно долгое время с этим титулом, нельзя пропускать столько ударов. Мне кажется, что-то с носом было у Аумы. Не зря врач внимательно с помощью фонарика осматривал лицо гандица. И Геннадий точечными ударами в область носа, мы сейчас только что видели, развивал свой успех. Давайте послушаем сейчас финальный аккорд. По трепанному, кстати, выглядит и Геннадий. Наверное, никогда в своей боксерской профессиональной карьере он не получал такой трепки и таких уроков. Ну что ж, поздравляем Геннадия Головкина с очередной защитой титула чемпиона мира в среднем весе. Поздравляем Казахстан. Ну, скажем прямо, взволновал нас сегодня, заставил волноваться, напрягаться Геннадий. Может быть, так сладка концовка, поскольку были сильные переживания, были даже сомнения по ходу боя у нас. И, тем не менее, финальный аккорд случился таким, каким мы его ждали. Досрочная победа. Какой-то раунд я уже упустил в ход боя. Десятый раунд. Как ты и предполагал. Да, восьмой-десятый раунд. Но, однако, яркости и стиля для Геннадия, скажем прямо, в бою не получилось. Ну что, друзья, мы продолжаем наш прямой эфир, который медленно, но верно подходит к концу. У нас еще есть время пообщаться с вами в студии. Олег Герман на проводе. Здравствуйте, Олег. Алло. Характер, Характер. Здравствуйте, Олег. Давай, давай, я сейчас уйду. Я тебя найду. Итак, на проводе Олег Герман, менеджер Геннадия Головкина. Панамо, 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 слушаем вас. Попробуем еще раз дозвониться до Олега. Вы представляете, какая сейчас там кутерьма, какая волнительная суета. Итак, поздравляем Геннадия Головкина. Он защитил титул чемпиона мира против Касима Аума, известного мастера из Уганды, который получил шанс вернуть себе пояс. Но Геннадий сегодня, может быть, в противоречивом стиле, но смог отстоять свой титул. Продолжение следует... Продолжение следует...